Продолжение следует... Почему? Ну, потому что было время, да, я записывал Fallout наперёд, и это видео поэтому выкладывалось, да, по две серии в день. Сейчас времени стало как обычно, то есть как было всегда, и поэтому Fallout будет по одной серии в день, да, плюс ещё там одна серия Ассасина и когда-нибудь ещё, возможно, танки. Значит, почему это дело происходит? Ну, многие в курсе, да, что я заменил видеокарту. Ну, была 660, стала 970, да, игры идут хорошо, игры не лагают, 60 фпсов, плюс запись, всё нормально, всё стабильно, одно небольшое но, которое, собственно, всё и обосрало. Дело в том, что ни Sony Vegas, ни какой версии, ни Adobe Premiere не поддерживают технологию CUDA на видеокарте 970 и, как я понимаю, вообще на всей девятой серии. Вот, что такое технология CUDA? Я не буду вдаваться в подробности, это такая штука, которая ускоряет рендер, то есть создание видео. Ну, для тех, кто вообще далёк от всего этого, значит, видео записывается, да, потом загружается в программу, там вырезаются лишние куски, что-то там настраивается. Я, например, настраиваю звук, а также там цвет туда-сюда, яркость, громкость, заставку спереди, заставку сзади, всё, и после чего видео конвертируется, можно сказать, называется это рендер. Видео склеивается в единый, уже готовый, скажем так, видеофильм, который и пойдёт в интернет. Этот процесс занимает очень много времени. Если, когда у меня стояла 660 NVIDIA CUDA, в которой поддерживалось, видео длиной в час рендировалось где-то часа полтора, может быть, час двадцать. Сейчас CUDA не поддерживается, в итоге, часовое видео, рендер у меня происходит где-то 2 часа двадцать минут, примерно, что-то около того. Это очень долго. То есть, два видео в день сделать, это компьютер будет около пяти часов только стоять и видео обрабатывать вот эти, чтобы их загрузить на YouTube. То есть, это ни в какие ворота, естественно, не лезет, а ещё надо танки прокачивать для того, чтобы обзоры по ним делать, да. Вот, значит, как можно ускорить скорость рендера? Скорость рендера существенно ускорить может только замена процессора. У меня сейчас i5 процессор, играть на нём в игрушки можно, но рендер на нём, в принципе, не очень быстрый, потому что, ну, 4 ядра и 4 потока. На седьмых процессоров 4 ядра и 8 потоков. То есть, существенный прирост производительности. В том числе и рендера. Ну, не в два раза быстрее, но хотя бы, например, на старые показатели можно выйти, где-нибудь, чтобы часовое видео делалось, рендировалось где-нибудь за час 15, за час 10. Произумев процессор. А там уже выйдет когда-нибудь Sony Vegas 14. И на нём уже будет работать CUDA, как и раньше. И видео будут рендироваться уже совсем быстро, уже со всевозможной, наверное, скоростью. И можно будет их часто выкладывать. Вот, сейчас два дня я возился. Ну, видосов мало выходило. Вышло даже видео, ну, 8-минутное. Я обычно, когда занят, да, делаю что-нибудь такое короткое. Вот вышло 8-минутное видео про покупку арматы Wargaming. Вот, пытался разобраться в премьере. Думал, что CUDA на этой видеокарте не работает только в Вегасе. Но оказывается, что и в премьере ровно то же самое. Причём открываю все эти в интернете тесты, да, там, тест CUDA на видеокарта такая-то. Показатели, вот, что типа всё работает. Точно такой же Adobe Premiere, как в статье. Скачал все те же кнопки нажал, все те же настройки выставил. Один хрен, у меня, именно у меня CUDA не работает. Что за дела? Вот чё, именно моя видеокарта такая невезучая, что ли? Вот. Ну, вот так или иначе, да. Без рендера выкладывать, как некоторые топовые видео летсплейщики, которые у всех на слуху, да, у которых там заставка на YouTube залита. Она автоматически приклеивается на YouTube к видео. И в итоге видео выкладывается абсолютно без монтажа. То есть, тупники не вырезаны, звук не отбалансирован. Но этого, это можно не заниматься, если ты грамотно раскручен, да, там бабла куда надо занёс, тебя раскрутили, распиарили. Поэтому, па-па-па-па-па, и всё, это твоя заставка. Дальше сиди, ари в микрофон, делай вид, что тебе якобы интересно, и всё готово. Но, на самом деле, я так, собственно, делать не хочу, поэтому элементарно даже надо настраивать звук перед заливкой на YouTube. То есть, где там стреляет автомат, это громко, там звук убавить. Где персонажи разговаривают, это тихо, надо там прибавить. Элементарно там себя в микрофоне убавлять, чтобы не орать там в каких-то моментах. То есть, хотя бы основняк какой-то сделать. Я не говорю, что я там крутые спецэффекты выставляю, но хотя бы настроить надо звук. То есть, без рендера никак не обойтись. Заранее, конечно, можно в игре звук настроить, но в какие-то моменты всё равно будет всё это херово звучать. Особенно в хоррорах я всё время на скримерах звук прибавляю, чтобы все услышали, что там грохнуло, как там бахнуло, с какими звуками вылез там какой-нибудь чувак на экран. То есть, я предпочитаю всё-таки над звуком как-нибудь поработать. То есть, не выкладывать такую, не заниматься потоковым конвейером видосов, да, без качества, без всего, просто один за другим клепать. То есть, ну, вот, всё это к тому, что монтаж необходим, монтаж приходится делать. От этого никуда, от этого не денешься. Вот, где-то через, ну, процессор я поменяю где-нибудь, наверное, к Новому году, да, возьму седьмой. Доллар опять растёт, процессоры дорожают. Вот, надо взять такой покруче, естественно, ну, чтобы ощутить всю силу прироста. Ну, или, если хотите поспособствовать развитию, развитию канала, то можете, естественно, план B это задонатить. Это, конечно, не обязательно. Дело сугубо добровольное. Дело сугубо добровольное. Хоть что-то соберётся. Просто, чем раньше процессор новый куплю, тем, собственно, чаще видосы будут выходить. Ну, потому что очень трудно составить своё расписание таким образом, чтобы вместить в него пятичасовые рендеры двух видосов в день, без какого-либо ущерба для всего остального. Так что, вот такие, собственно, варианты. Дело сугубо добровольное. Я ни на чём не оставил. Хотя бы будете знать, почему Fallout теперь выходит меньше. В общем, пишите, жмите. Субтитры создавал DimaTorzok